Что сейчас происходит? После выступления на Давосском форуме в 2015 году, где всем было рассказано о том, что скоро нас заменят роботы искусственный интеллект, и у нас где-то в 2025 году будет 60% лишних людей, тут же большие организации, исследовательские, всякие разные, озадачились тем, кем же тогда работать в 2025 году, какие профессии останутся и какие профессии будут востребованы, чем учить наших детей, куда поступать для того, чтобы в 2025 году, когда у вас уже будет рассвет вашей карьеры, дорогие миллениалы, чтобы вы были успешны, богаты, пристроены, реализованы и так далее. И много всяких версий, вы все это наверняка читали в большом количестве, все это в открытых источниках, можешь уже нажимать. Но как бы все сошлись в одном, возьмете ли вы какие-то американские исследования, английские, российские, все сошлись в одном. Есть ряд профессиональных направлений, которые никуда не денутся и будут востребованы. Если надо, я переведу все это на русский, но, наверное, не надо. И выходят на первый план такие вещи, которые мы называем soft skills или гибкие навыки. То, что в наше время называлось хорошо воспитанный ребенок, сейчас это называется soft skills. Хорошо, пусть так, лишь бы было. И наш курс introduction to marketing мы, собственно, строим на чем? Что мы, конечно, будем, это вводный курс, мы знакомим молодых людей с профессией маркетолога, мы вводим их в маркетинг и рекламу, рассказываем им все, что только можно об этом. И мы, конечно, добавляем в наш курс развитие вот этих так называемых soft skills. Сейчас я об этом расскажу поподробнее. Такой основной и самый главный гибкий навык – это умение работать в команде. Почему мы его вынесли на первый план? Много общались в последнее время и с Google, и с Яндексом, с разработчиками, с передовыми компаниями, с HR, которые говорят о том, что большая проблема – сложить команду. Очень большая. И мы готовы переплачивать, и мы готовы покупать за большие деньги в сумме команду, нежели нанимать отдельных людей, потом их там друг к другу пристраивать. Более того, сейчас у HR, менеджеров, вообще у HR много технологий по отбору людей направлено на то, чтобы как раз измерить вашу командную адаптируемость. Насколько вы вольетесь, насколько вы будете пригодны. Это большая проблема. Поэтому у нас тоже в процессе нашего короткого курса вся работа командная практическая. У нас ребята меняются в командах, команды делятся каждый раз по-разному. Они отвечают за работу себя, за работу друг друга. И так все построено, чтобы один не сделал, подвел всех остальных. Чтобы было вот это чувство ролей, ответственности, всего, что в команде необходимо. И вторая вещь, которую тоже мы хотим употребить в нашем курсе, реализовать ее – это проектное мышление. Это наша чисто русская проблема. Такая большая, о чем тоже говорят все HR. Русский человек готов на амбразуру, сейчас, давай, все, эгэгей. А потом так раз, раз, что-то мне уже не интересно. Ой, что ты, да все понятно. Ну что уже это за... И вот эта проблема довести до финала, до конца, закончить и уже все забыть об этом, это мы не очень умеем. Ну, наверное, в силу каких... Это не только мы, но мы очень как-то ярко выражены. Поэтому нам еще нужно научиться начинать и заканчивать проекты. И мы тоже с ребятами... Вот эта вещь у нас вошла в программу нашего интродакшн. На все проекты начинаем, заканчиваем, презентуем, получаем оценку, получаем фидбэк. В общем-то мы это делаем. Для кого мы этот курс придумали? Это молодые люди, которые сейчас заканчивают школу. Они находятся на стадии выбора профессии. У них, наверное, есть какое-то ощущение, куда они должны пойти, но окунуться в профессию, побыть в ней, поработать в ней, узнать о ней максимально много, даст им все-таки более чистый выбор. И мы хотим их максимально познакомить. Возможно, кто-то уже определился, и мы просто расскажем ему о большем количестве возможностей, потому что маркетинг безграничен. Чем хорош маркетинг? Да, вот спрашивали на предыдущей лекции, какие способности нужны. Я вам честно скажу, да никакие, неважно, любые. Вы можете быть очень креативным, вы можете прекрасным быть математикой, вы можете быть даже аутистом. Вы найдете себе в маркетинге обязательно и применение, реализацию, и как построить карьеру. Мы расскажем о видах маркетинга, о типах маркетинга, о маркетингах в различных индустриях, чем они отличаются, чтобы ребята могли для себя уже более близко к себе найти что-то. Ну и, собственно, те, кто даже не думают, что они будут маркетологами, а, например, они хотят быть фэшн-дизайнерами, им тоже будет, или футболистами, майку тоже надо свою потом продать подороже, соответственно, они просто получат те базовые знания о маркетинге, которые им, конечно же, пригодятся. Кем бы они ни работали, какой бы бизнес они ни продвигали, кем бы они потом ни хотели быть. Ну и, в принципе, информационные преимущества никто не отменял. Больше знаешь, выше летаешь. Какие у нас цели и задачи? Ну, соответственно, нашим для кого они. Первое основное, мы хотим подготовить ребят к поступлению на основной курс BA. Поскольку курс будет и на английском языке, и он такой уже сложный, академический, пройдя наш короткий курс, будет легче в него вникать, будет легче понимать, о чем тебе тут. Ну, то есть вообще вот входить в основной большой курс будет гораздо легче, получив наши предварительные знания. Конечно же, мы дадим весь необходимый объем для того, чтобы ребята приняли правильную профессию, правильное решение о выборе профессии. Мы расскажем о маркетинге и как о бизнесе, и как о науке, и как о явлении, и как о социальном явлении, и обо всех сферах его применения. Много чего будут знать. И также у нас, поскольку будет несколько уроков для развития личностных качеств, то независимо от выбора профессии это все равно будет полезно. Что вы будете изучать? У нас, в принципе, в программе три больших блока. Самый большой блок посвящен полностью маркетингу. Мы познакомим ребят с основными понятиями, с терминами, со всем процессом от разработки продукта, через его позиционирование, через работу с целевыми аудиториями, через продвижение к продажам, потом что-то, потом после продаж меняется жизнь, меняется целевая аудитория, нужно опять возвращаться, смотреть, что происходит с целевой аудиторией, дорабатывать продукт, и опять все по-новой. Весь этот процесс мы и расскажем, и покажем, и они у нас его пройдут на собственном опыте. Что такое маркетинговая стратегия? Познакомимся, поработаем с ней, поработаем на реальных кейсах. Маркетинговый микс – то же самое. Мы пройдем все виды маркетинга, которые сейчас существуют, и нейро, и вирусный, и социальный, и географический, и его очень много, про все мы расскажем. И будет отдельный такой блок в блоке – это маркетинг в разных индустриях, поскольку маркетинг в индустриях очень сильно отличается друг от друга. Например, ну вот можем взять любой, да, маркетинг в индустрии кино радикально отличается от маркетинга в товарах народного потребления. Там вы строите бренд, там вы вкладываете там в этот бренд время, силы, деньги, что потребители уже. В кино, кино живет 3 недели, в бренд вкладываться не надо. Вам нужно совершенно по-другому стратегически запустить продукт, очень быстро его собрать деньги, и очень быстро его… Вы не согласны со мной? Поверьте. Нет, но кино не живет, как майонез 10 лет. Кино… Ну а если там актеры неизвестны, это маленькое авторское кино, и у вас, допустим… Ну, хорошо, я поняла. Но тем не менее, маркетинг в кино очень отличается от маркетинга в товарах народного потребления. Если мы с вами поговорим о маркетингах госструктуры, там вообще нет ни целевой аудитории, ни продукта, ни товара. Там есть нефтепровод. Как вы будете его продвигать? Да, это тоже целая, целая совершенно другая стратегия. Маркетинг в моде – это коллекции, да, тоже своя история. Поэтому мы пригласим прекрасных спикеров, практиков, которые добились очень многого, вот в этих разных индустриях, они с ребятами будут делиться именно спецификой маркетинговых индустриях. И у нас будет большая бизнес-игра, ну, неважно, я так расскажу. На протяжении всех трех месяцев ребята будут запускать свой продукт. Они исследуют рынок, они поймут нужды, они придумывают продукт или доработают продукт, они будут его позиционировать, продвигать, запускать, и дальше по всей структуре маркетинга, о которой я говорила. Реклама. Поскольку это отдельный большой блок в маркетинге, то к рекламе мы тоже отнесемся довольно подробно. Процесс рекламы, понятие рекламы, все разновидности рекламы, прямая, непрямая, public relations, event, digital, который сейчас, да, такое огромное место занимает в рекламе, все это мы будем тоже с ребятами проходить отдельно, будем пробовать, будем, у нас будет много практики и работы в нашей бизнес-игре, в этой бизнес-игре у нас будет процесс создания рекламы, то есть как бы ребята поиграют в рекламное агентство, они будут ставить задачу, они будут эту задачу получать, они будут работать стратеги-директорами, ставить задачу креативу, медиа и так далее, потом мы будем видеть результат. Давай. Да, стори-теллинг обязательно, поскольку сейчас без него ни одна реклама, особенно диджитал, просто не существует, стори-теллинг у нас будет проходиться как отдельный урок, к отдельным предметам. И soft skills, тут не совсем soft, но что мы еще будем давать отдельно? Поскольку у нас, прямо скажем, не очень все хорошо с навыками проведения презентаций, у нас вообще на национальном уровне люди не умеют хорошо и свободно говорить. Но это откуда-то идет, откуда-то. И если кто-то есть из рекламных агентств или из департаментов, то вы прекрасно знаете, что в рекламном агентстве говорят хорошо 2-3 человека, а все остальные на этих людей молятся. Вот эти 2-3 человека, они только делают, что ездят с презентацией на презентацию, по вашей улыбке я понимаю, что вы понимаете, о чем я. И эти люди, они даже не успевают жить, потому что они спасают постоянно рекламное агентство своими такими хорошими ораторскими навыками. Соответственно, маркетолог без речи это не маркетолог. Более того, мы с вами поучимся работать в программах PowerPoint и keynote, это презентационные программы, которые надо знать, это просто маст. И будет несколько интересных уроков. Мы с вами пройдем ораторское мастерство, то есть придет щукинский преподаватель и будет просто заниматься техникой речи. И ребята увидят, как говорит человек до тренинга и как он говорит после тренинга. А дальше уже принимать решение, будете вы эти навыки в себе дорабатывать или нет. Личный бренд, как часть стори-тейлинга, тоже нам обязательно нужен, потому что особенно в digital, вы знаете сейчас, за каждой историей, за каждым постом, за каждым блогом у нас стоит личный бренд. Без этого никуда. Мы поработаем над тем, как из себя, в общем-то, сделать внятную торговую марку. И английский язык, о котором вам позже расскажут, он тоже является частью программы. 5 дней будем совершенствовать свой английский язык. Ну вот, собственно, коротко все. Если есть вопросы, я на них готова ответить. Продолжение следует...